самая главная новость этой неделе реалити-шоу baby monster last evaluation наконец-то завершается наконец-то еще в прошлом кей-поп дайджесте я говорила о том что я так думаю что это шоу уже подходит концу но тогда это были мои предположения а на этой неделе мои предположения стали официальным заявлением вайджи вайджи сказали что 11 мая выйдет последний эпизод этого реалити-шоу в котором будет объявлен финальный состав этой группы но и конечно же по традиции вайджи интертеймент в эпизоде который вышел на этой неделе вайджи закинули фразу которую сейчас обсуждают везде в соцсетях ян хен сок сказал о том что у baby monster будет 5 участниц и всех фанатов это насторожило каких двух девушек уберут из группы и сейчас фандом baby monster да еще в преддебютное время у группы уже появился фандом разделился на два лагеря одни считают что это все же медиа игра и в группе будет 7 девушек а другие считают что baby monster реально любят женские группы с небольшим количеством участниц то есть в blackpink было четыре участницы в твой не ван было четыре участницы и поэтому вторая половина фандома считает что в baby monster будет пять участниц и к сожалению кого-то уберут но в противовес вот этой теории есть факт о том что фанаты заметили что last evaluation снимался еще весной в прошлом году а недавно жители сеула видели почти всех участниц baby monster около здания вайджи что подогревает слухи о том что в группе будет 7 участниц ладно давайте не будем гадать подождем 11 мая подождем финальный эпизод как вы думаете сколько будет участниц в группе и кто пройдет финальный состав я не знаю насчет шести девушек из этой группы но я на 100 ну ладно на 99 процентов уверена в том что в baby monster попадет чикита потому что у нее прикольный голос и она сейчас очень популярна но пока вайджи занимаются продвижением преддебютной группы еще baby monster они конечно же не забывают облак пинг который сейчас находится в своем мировом туре born pink и уже сейчас в середине тура на концерты black pink попало более 1 миллиона фанатов это очень круто также на этой неделе black pink провели свои концерты в мексике и за два дня на концертах побывало более 110 тысяч блинков это очень крутой результат и black pink очень классно приветствовали фанатов из мексики на первом концерте дженни на сцену вышла с телефоном и с помощью google переводчика заговорила с мексиканскими фанатами на испанском получилось очень круто надеюсь что у нее получился правильный акцент также думаю вы слышали о том что перед концертами black pink в рамках тура born pink есть саундчеки на которые пускают фанаты у которых вип-билеты и на саундчеках девушки из black pink выходят в самой обычной одежде причем эта одежда не повторяется на разных концертах и на втором дне на саундчеке в мексике дженни появилась в очень прикольном аутфите и я думаю вы слышали о фанатах которые очень часто ищут одежду которые одевают айдолы и в этот раз фанаты зашли в ступор никто не смог найти одежду которую одела дженни в тот раз и буквально через пару часов после саундчека в мексике по интернету начинают ходить фотографии о том что некоторые фанаты заметили в нескольких магазинах бренда kelvin klein какую-то новую коллекцию от дженни ким напомню что дженни является амбассадором этого бренда фанаты сказали что это пока что недоступно на официальном сайте kelvin klein и даже одежда из коллекции дженни не лежит во всех магазинах kelvin klein это встречается лишь в нескольких магазинах также фанаты упомянули о том что они видели что была вывеска о том что коллекция от дженни выйдет 11 мая и после этого события конечно же kelvin klein запостили вот такой вот пост в твиттере в котором они как бы намекают на то что у них выйдет новая коллекция и все фанаты я в том числе и думают что скорее всего они намекают на коллекцию с дженни вообще смм щеку который ведет аккаунт в твиттере от kelvin klein нужно выдавать премию потому что он всегда делает очень крутые прогревы просто вспомните прогрев перед фотосессия чангука с bts для kelvin klein что еще касается дженни я думаю вы слышали новость о том что девушка снялась в сериале за idol от hbo также в сериале снялась актриса лили rose депп и певец за уикенд сериал выйдет в июне этого года и конечно же у сериала будет свой саундтрек и по слухам дженни поучаствовала в создании саундтрека к этому сериалу вместе с певцом за уикендом это пока что остается слухами но я надеюсь что они подтвердятся и мы получим новую музыку от за дженни ким но пока что новая песня дженни еще под вопросом лиса на этой неделе успела выпустить новый трек точнее она поучаствовала в коллабе в понедельник таян из big bang выпустил свой новый мини альбом down to earth и в день релиза вышло целых два клипа клип на за главный трек и dance performance треку шум в котором поучаствовала лиса лисы в этом dance performance и я совершенно не узнала она как-то сама на себя не похожи что касается мини альбома down to earth в него вошло шесть треков тут стоит сказать что таян не с самого начала был сольным певцом изначально он был участником группы big bang и уже позже стал развиваться как сольный исполнитель в принципе сейчас почти каждый кейпупайдл старается быть не только участником своей группы но и развиваться как сольный исполнитель в общем развивать свой личный бренд поэтому чимин из bts совсем недавно стал амбассадором бренда тифани и на этой неделе бренд открыл новый бутика на 5 авеню в нью-йорке и на его открытие конечно же позвали чимина посмотрите как он сияет по моему все папарацци смотрели только на чимина но пока чимин был у нас нью-йорке как амбассадор бренда тифани шуга его другу по группе bts был в нью-йорке как сольный исполнитель он начал свой первый сольный мировой тур дидей с двух концертов нью-йорке 22 шоу прошло в полном солд-ауте сейчас парень отправится в другие города америки а позже посетит азию и также было подтверждено на этой неделе что шуга появится на шоу джимми фэлона второго мая кстати недавно на этом шоу появлялся чимин с промоушеном своего сольного альбома фейс теперь на это шоу приходит и шуга что-то мне подсказывает что все участники bts будут ходить к джимми фэлона на интервью шуга не единственный кип-поп артист который сейчас находится в мировом туре недавно от вас начали мировой тур ready to be с концерта в сеуле и на их афише было объявлено о том что будут еще дополнительные концерты и на этой неделе на добавили новые даты концертов теперь твайс поедут еще и в лондон в париж в берлин в сингапур в бангкок и в город вулакан на филиппинах также на этой неделе произошло очень радостное событие от которого я честно говоря была в шоке стройки объявили о своем камбеке с новым альбомом five star он выйдет 2 июня пока что нет еще никакого большого количества тизер постеров пока что есть только первый трейлер я очень жду релиза стройки потому что это одна из моих любимых кей-поп групп ждете релиз стройки обязательно пишите в комментариях какой концепт вы бы хотели увидеть в новой работе парней мне бы хотелось увидеть что-то похожее на их альбом noisy а группа g idol еще на прошлой неделе объявили о своем скором камбеке и сейчас активно разогревают аудиторию перед будущим релизом на этой неделе они выпустили очень большое количество тизер фото и тизер видео а также представили трек-лист будущего мини альбома айфилл в альбоме будет шесть треков кстати если посмотреть на тизер постер то все же теория о том что концепт этого релиза будет связан с куклами можно сказать становится правдой вы посмотрите на этот шрифт этот шрифт полностью напоминает шрифт барби также g idol объявили о том что после релиза этого мини альбома они отправятся в мировой тур который пройдет в азии и америке тур начнется с концерта в сеуле в июне этого года а из ближайших релизов уже 1 мая ли серафим выпустит свой первый полноформатный альбом on for given на этой неделе мы получили тизеры клипа к заглавному треку этого альбома и хоть фанатам тизеры понравились нашлись музыкальные критики которые посчитали что серафим плагиатят испанскую певицу розалию критики по вот этому 15 секундному отрезочку песни в тизере посчитали что музыка заглавного трека этого альбома отдает настроением певицы розалия я конечно не знаю как там музыкальные критики оценивают оценивают музыку но мне кажется странно судить песню по 15 секундному отрезку давайте будем говорить хорошая песня плохая плагиат это или нет только когда она уже выйдет целиком также с по сейчас готовится к выпуску своего нового мини альбома my world который выйдет 8 мая на этой неделе они также представили новый концепт фото и выпустили трек-лист альбома в альбоме будет 6 треков также в начале мая с по выпустит при релизный сингл вэлкам сумой world который группа исполнит в коллабе с певицей невис если вы впервые слышите о невис то рассказываю я думаю вы скорее всего слышали о том что у участниц группы с по есть их виртуальные аватары которые живут в виртуальном мире и у sb также есть свой сериал в котором появляются и участницы группы и их виртуальные аватары и это виртуальная девушка невис невис это виртуальный персонаж их сериала и в недавней серии которая вышла в феврале этого года невис виртуальная девушка говорит о том что она хочет выйти в настоящий мир и после этого sm entertainment выпускает заявление о том что они готовятся к дебюту сольно-виртуальной певицы невис но это заявление было еще в марте и с тех пор никаких дополнительных заявлений об этом больше не было поэтому я думаю что вот этот вот коллапс с по и послужит прогревом аудитории перед дебютом невис очень жду и мне кажется будет что-то интересное также группа с по станут первыми кей поп артистами которые посетят каннский кинофестиваль фестиваль пройдет уже в мае этого года во франции еще нужно сказать что сейчас с по находится в своем японском туре и 29 и 30 апреля группа провела концерте в городе нагая но к сожалению на концертах у отсутствовала участница группы с по winter девушка почувствовала себя не очень хорошо и решила взять перерыв чтобы полноценно отдохнуть перед их будущим возвращением с мини-альбомом my world поэтому на концерте выступали всего три девушки из группы с по пожелаем winter скорейшего выздоровления но к сожалению winter это не единственный кей-поп idol который на этой неделе взял перерыв на концерте red velvet в сингапуре участница группы joy почувствовала себя не очень хорошо поэтому даже не стала принимать участие во второй половине этого концерта но я видимо очень нравится их песня celebrate поэтому свои партии из этой песни она исполнила прямо из-за кулис это с одной стороны очень мило но с другой стороны и конечно же хочется чтоб joy полноценно отдохнула и видимо и сам entertainment поняли это и сейчас joy уходит на некоторое время на перерыв конечно же чтобы как в интер восстановиться пожелаем девушкам скорейшего выздоровления также на этой неделе группа and happen объявили о выпуске нового мини-альбома dark blood который выйдет 22 мая также женская группа ive объявили о выпуске первого японского мини-альбома wave который выйдет 31 мая и уже сейчас девушки начали выставлять первый тизер фото к этому релизу вот такой вот ранний прогрев аудитории к слову 31 мая не только ive сделает японский релиз группа twice также выпустит свой новый японский сингл поэтому в один день мы получим два крутых японских релиза от кей-поп артистов также нужно сказать что 17 на этой неделе выпустили свой новый мини-альбом fml за главным клипом и треком супер парни уже успели появиться на шоу mtv mtv fresh out за главным треком супер и также всего за четыре дня после релиза этого альбома альбом fml стал самым продаваемым альбомом от кей-поп артиста в истории хантео парни всего за четыре дня успели продать 4 миллиона и 300 тысяч копий своего альбома вот такой вот крутой результат поздравляем группу 17 также 29 апреля в субботу в сеуле прошло шоу луи виттон креативным директором этого шоу стал режиссер сериала игры в кальмара шоу прошло на двухэтажном мосту джамсу и конечно же на этом шоу появилось очень большое количество кей-поп айдолов еджи из индии феликс и стрейки с хейон из неё джинс мингу из 17 и другие популярные кей-поп артисты еще хочу сказать что бан шухёк основатель компании hybe labels человек который подарил нам группу bts появился на обложке журнала billboard очень круто что журнала берутся на свои обложки не только кей-поп айдолов но людей которые их продюсируют и посмотрите обложки получились очень крутыми кстати фестиваль кон фестивал наконец объявили финальный состав артистов их фестиваля который пройдет 10 11 июня в сеуле на фестивале появятся new jeans ли серафим тексте in happy and и другие популярные кей-поп айдолы вот такая вот получилась у нас неделька вот такие вот кей-поп новости пишите какая новость вам понравилась запомнилась какую вы считаете самой важной лично для меня самая важная новость о дебюте baby monster а самая радостная новость это о камбеке стройки также хочу напомнить что у меня есть мой телеграм-канал в котором я выставляю все самые важные кей-поп события и просто рассказываю про прикольные события например бренд был мэйн сделал коллапсы брендом воды авиан получилось очень круто но чтобы быть в курсе всех этих новостей обязательно подписывайтесь на мой телеграм ссылка в описании видео ну и конечно же если вам понравилось это видео то обязательно с вас подписка на канал и обязательно с колокольчиком